Ну что, коллеги, мы собрались. В общем-то, не очень сложная тема, о которой бы мне хотелось с вами сегодня поделиться. Это один из самых главных компонентов любой вычислительной системы. Процессор. Современные процессоры, как выбрать и как выполнить разгон. Своё изложение я буду строить не на дублировании обычных технических характеристик, то есть не цитировать паспортные данные, а изложу те особенности и расскажу о тех моментах, которые, с моей точки зрения, наиболее важными являются и в столь короткое время. Но постараюсь уложиться и довести информацию как можно более понятную. Для начала, ещё раз, то я. Моя фамилия был Борзов, меня Алексей Фёдорович. Я заканчивал Московский государственный технический университет, и я могу сказать, я не просто заканчивал, я более 30 лет. Поэтому я работаю в этом, с моей точки зрения, славном заведении. То, что я уже успел отметить, в учебном центре специалист, я являюсь автором и разработчиком ведущих практически большинства курсов LBS. Это курсы технического обслуживания и ремонта, то есть LBS, диагностика поиск неисправности. Это обслуживание как мобильных, так и десктопных систем, курс по мобильной платформе и ноутбуке. Курс по восстановлению данных, то есть диагностика и оценка отказоустойчивости основных накопителей восстановления данных. Курсы связаны с основами сетевых технологий, так что, в принципе, это всё то, что можно громким и общим, собственно, словом, хеллдеск обозначить. Немножко об учебном центре специалист. Крупнейший учебный центр. Ну, на этом слайдике, я думаю, всё прекрасно видно. Ну, если хотите, воспринимайте это как рекламка. Это обычные наши правила по вебинарам. Собственно, для кого направление хеллдеск, которое я представляю сейчас этим вебинаром, существует? Во-первых, это любой специалист службы технической поддержки, начиная от техников, заканчивая инженерно-техническим составом. Это специалисты сервисных служб, это инженеры сервисных служб, это системные администраторы. Ну, и, естественно, с моей точки зрения, большинство вещей, которые должен знать пользователь, мы тоже проходим. То есть я считаю, что и обычному пользователю это направление тоже будет понятно. Должно быть понятно и должно быть известно. Ну, что необходимо знать специалисты технической поддержки? Применительно к вот этой узкой специфической теме, теме современной процессора. Во-первых, необходимо понимать, что есть архитектура процессора. Однозначно необходимо понимать, какую роль в работе системы отводится этому компоненту. Разбираться в модификациях, разбираться, естественно, в моделях, в технических характеристиках. Вот, собственно, о некоторых из них мы должны будем сегодня с вами поговорить. А начнем мы с вами, коллеги, наверняка издалека. Ну, то есть давайте определим, а что такое персональный компьютер? Есть официальное стандартное определение, что персональный компьютер – это набор аппаратно-программного обеспечения, предназначенного для обработки данных. То есть я здесь ничего нового не скажу, это определение из обычного учебника по информатике. А вот я со своей стороны немножко поподробнее постараюсь расшифровать для общего, опять же, понимания. То есть любой ПК – это любая учительная система, это не только ПК, это две основных составных части. Во-первых, это множество различных устройств, среди них есть, как самое главное, центральный процессор, есть оперативная память, есть дисковая подсистема, то есть основной накопитель, графический процессор, графический адаптер для формирования изображения. Ну и много-много чего другое. Не буду сейчас, естественно, полный списочек давать, в этом нет необходимости, но надо будет понимать еще одно. Все это оборудование само по себе, будучи установленным и соединенным в системном блоке, работать не будет. Для того, чтобы оживить это оборудование, необходима вторая составная часть любой учительной системы – это программное обеспечение. Ну, в первую очередь, речь будет идти, конечно, об операционной системе, и не только о ней. А вот на этом слайдике, на следующем, я как раз немножечко уточняю. Вот логика работы персонального компьютера. Ну, смотри, то определение, которое мы с вами видели, это совокупность аппаратно-программного обеспечения. Значит, любой ПК – это множество различных устройств. При этом, почему я вот эту часть, которая аппаратная часть вычислительной системы, от остальных компонентов отделил неровной линией, а вот этой вот зигзагообразной кривой? Согласитесь, коллеги, что по составу устройств и по характеристикам этих устройств вычислительные системы не должны быть подобны, то есть не должны быть абсолютно одинаковы. У кого-то используется вычислительная система на базе процессора AMD, у кого-то Intel, у кого-то Intel i7, у кого-то Intel i5. То есть здесь существует очень-очень много различных аппаратных конфигураций. Где-то есть профессиональная звуковая, где-то есть плата видеозахвата, где-то этого нет. Где-то профессиональная графическая карта, где-то игровая графическая. То есть аппаратных конфигураций существует при великой множестве, именно поэтому я показываю вот эту кривую, что аппаратные конфигурации, их много. С другой стороны, коллеги, обычное явление. Если нам нужно установить операционную систему, где мы ее берем, или в магазине, а чаще всего куда. Идем, допустим, если речь идет о программном обеспечении Microsoft, скачиваем, записываем на флешку или на DVD. И здесь вот такой интересный момент. У меня компьютер на использование процессора Intel, то есть Intel-ская платформа. У моего друга AMD я имею право, реально бесплатно, то есть даже не покупая лицензии, 30 дней мне на это дается законно после скачивания дистрибутива, я имею право с одного и того же дистрибутива установить эту операционную систему на разные аппаратные обеспечения. Имею, если это аппаратное обеспечение удовлетворяет требованиям, минимальным требованиям этой операционки. А значит, в оригинале, вот в том наборе программного обеспечения, который идет от производителя, это некий стандартный набор каких-то служебных программ. То есть универсальный стандартный набор. Именно поэтому я эту часть отделил ровной кривой, то есть ровной прямой, извините. И если мы попытаемся вот этот стандартный набор соединить с разной аппаратной конфигурацией, ну, если честно, у нас это практически нерешаемая задача. Так вот, вот эта прослойка, которая здесь есть, она показывает еще один компонент любой вычислительной системы. Это программа для обеспечения BIOS. То есть аббревиатура BIOS наверняка на слуху и наверняка вы много раз об этом слышали. Давайте буквально 2-3 слова. BIOS Basic Input Output System. Что из себя представляет? Это набор служебных микропрограмм от разработчика оборудования. То есть обратите внимание, это программное обеспечение разрабатывает производитель устройства. Задача которого управлять обменом между этими различными аппаратными компонентами и оперативной памятью. А следовательно, это программное обеспечение адаптируется и понимает все многообразие железа. Является фактически посредником между стандартными функциями операционной системы, службами операционной системы, драйверами операционной системы и непосредственно устройствами. То есть в работе вашей вычислительной системы программное обеспечение BIOS будет играть колоссальную роль. То есть ни одно устройство, осуществляющее обмен с оперативной памятью, не сможет это делать самостоятельно, а будет запрашивать одну из этих служебных микропрограмм. А значит BIOS является неотъемлемой частью любой вычислительной системы. И фактически, вот в моей схемке, ну можно так условно сказать, что это будет посредник между программным обеспечением компьютера и аппаратным обеспечением. Ну и еще один слайдик, который также покажет, что из себя уже более предметно представляет в общих чертах структура персонального компьютера. В обязательном порядке в структуре персонального компьютера будет иметься процессор, как основной компонент, который является исполнителем. То есть его задача – обрабатывать какие-то данные. А вот для того, чтобы имелось возможность эти данные временно хранить, есть оперативная память. А для того, чтобы процессор мог непосредственно брать данные из памяти, а результаты от обработанных данных отправлять обратно в память, эти два компонента должны соединить между собой устройством, которое предназначено для обмена – это шина или магистраль. Плюс ко всему, любой компьютер – это не только процессор и память, это еще устройство ввода, это мышь, клавиатура. Сами устройства представляют, опять же, себя исполнителем. Понимаете, коллеги, с точки зрения схемы техники, есть такое понятие контроллер. Что есть контроллер? Это управляющая группой устройств или устройством логика. То есть есть устройство ввода, есть контроллер. Есть устройство вывода, тот же монитор, есть контроллер. И есть внешние запоминающие устройства, это могут быть оптические приводы. И подобное оборудование, естественно, управляется тоже своим контроллером. То есть, собственно, в двух словах общая структура ПК. Ну а теперь непосредственно давайте переключимся на предмет нашего разговора. Процессор. Что есть процессор? Главная микросхема. Какие характеристики этого компонента являются главными? Ну, опять же, для того, чтобы попредметнее об этом поговорить, здесь у меня подготовлен вот такой слайд. Давайте по процессорным компонентам поговорим немножечко попредметнее. Главная часть любого процессора – это его ядро или его ядра. Ну, в настоящий момент встретить процессор, имеющий одноядерную архитектуру, практически нереально. В основном используется многоядерная архитектура. Два, четыре, восемь, ну и так далее. Зачем используется многоядерная архитектура? Ответ на вопрос в логике работы ядра. Что такое ядра? Это исполнитель. Это, условно говоря, арифметика, арифметика логического устройства. То есть ядро имеет возможность выполнять различные команды. Команды могут быть арифметические, команды могут быть логические. О каких командах идет речь? Коллеги, если среди слушателей есть программисты, программисты знают, как пишется любое приложение. Любое приложение – это набор каких-то команд, какая-то последовательность действия. Так вот, эти как раз команды и будут обрабатывать процессорные ядро. То есть ядро исполнителя. Откуда ядро берет данные из кэша? И говоря о современном процессоре, кэш – это встроенная в процессор сверхбыстрая память. По логике работы кэш можно разделить на следующие уровни. Кэш L1, кэш L2, кэш L3. В данном случае кэш кода – это речь идет о кэше L1. Кэш кода – это кэш команды. А кэш данных – это внутренняя память, то есть сверхбыстрая память, которая будет хранить данные, над которыми эти команды будут выполняться. То есть это архитектура кэша первого уровня. L1 – это левел 1, это кэш первого уровня. Резюмируя, назначение кэша первого уровня – это внутренне встроенная в процессор сверхбыстрая память, которая используется процессорным ядром для хранения подготовленных к обработке данных и подготовленных к обработке команд. Обратите внимание, вот на этом слайдике, ну это немножко упрощенная структура, не обозначен кэш L2 и кэш L3. Я сейчас чуточку позже в характеристиках введу эти понятия. Пожалуйста, потерпите. Что еще является главным компонентом любого процессора? Это шина. Ну то есть, условно говоря, это устройство, с помощью которого процессор будет общаться с другими компонентами системы. Это лишь только часть тех устройств, которые являются главными и характеристики которых нам нужно будет сегодня обсудить. Но если хотите, я могу вам вот по схемке это от себя уже нарисовать сейчас схемку, которые более предметно покажут самые основные характеристики, с моей точки зрения, самые основные характеристики процессора. Мы предполагаем, что вот этот прямоугольник, это есть не что иное, как процессор. Первое. Самый главный компонент любого процессора, это его ядра. Возьмем с вами, не будем долго думать, архитектуру двухъядерную. Рисую два прямоугольничка, подписываю, что это есть не что иное, как ядра. Core 1 и Core 2. Еще раз, ядра – это электронный компонент, ядро – это электронный компонент процессора, отвечающий уже непосредственно за исполнительные действия, за вычисления. Маленький, как бы, контраргумент, коллеги. Вот история возникновения архитектуры многоядерности. Откуда вообще-то это пошло? Не секрет, что со стороны программного обеспечения, как очень со стороны пользователей рынка, более предпочитенными для покупки являются более мощные, более сильные процессоры с точки зрения вычислительной мощности. Основной характеристикой, показывающей, сколько действий за единицу времени процессор может выполнять, является характеристика, которую все вы прекрасно знаете и называется антактовая частота. В частности, тактовая частота ядра. Измеряется она в герцах, также мега, также гига. Как воспринимать эту характеристику? Во-первых, условно потенциально, то есть в реальности производительность процессора может быть меньше. Но, а в принципе, если вот эти нюансы опустить, то 1 герц – это время, отведенное процессорному ядру на выполнение одного действия, то есть одной команды. А значит, если мы видим характеристику процессора, что ядро у него работает на частоте 3,8 гигагерца, мы условно можем сказать, что в теории процессорное ядро, каждое ядро может выполнить 3,8 млрд действий за секунду. 3,8 млрд гигагерца – это миллиарды. Коллеги, от чего зависит частота? Частота ядра напрямую зависит от количества транзисторов и от технологического процесса, об этом чуточку позже обязательно поговорим. И для определенного уровня технологии, то есть на которой работает промышленность, производство, превзойти определенную планку, действительно, для этого производства сейчас по уровню технологического процесса невозможно. А требуется более высокая скорость. Каким образом, если нельзя увеличивать тактовую частоту, можно увеличивать мощность? Распараллеливанием операций. Ну, условно говоря, что такое два ядра? Представляем ситуацию. Я заболел в выходной день, пришел к дежурному врачу в поликлинику, взял талончик общей очереди, передо мной 30 человек. На одного человека врач тратит 10 минут, 30 на 10, 30 минут с ожидания, долго. Меня не устраивает. Я пошел в регистратуру, устроил скандал, сажают в соседний кабинет еще одного терапевта и очередь из 30 человек разделяется на две очереди по 15. Я в конце этой очереди одной из двух, у меня уже время ожидания 150 минут, то есть в два раза меньше. Вот примерно. Я в очереди, это команды, а врачи, это ядра. То есть чем больше ядра, тем за одно действие, параллельно, естественно, будет выполняться большее количество инструкций. То есть это, скажем так, экстенсивный метод увеличения производительности, вычислительной мощности процессора. То есть в любом случае понимаем, что при большем количестве ядер, даже при мелкой тактовой частоте, мы получаем более эффективную, более вычислительную, высокую мощность процессора. Откуда ядра берут данные? Ядра берут данные из кэша первого уровня. Извините за кривоту. Кэш. Давайте я русский возьму. Кэш L1. Только я его немножечко как бы неправильно рисовал. Уточним. Кэш L1 у каждого ядра будет свой. То есть обычно говорят разделяемый кэш. Информация о кэше L1 есть в те спецификации на процессоре. Его назначение используется для подготовленных к обработке данных и команд. Как правило, состоит из двух зон памяти. Кэш кода, кэш команд и кэш данных. И в характеристиках процессора обозначается, ну допустим, 32 килобайта плюс 32. Почему два числа, только что объяснили. Первое число кэш данных, второе кэш команд. То есть в этой памяти уже подготовлены данные команды, которые отсюда забирают ядро. Откуда данные попадают в кэш L1? Из кэша L2. Кэш второго уровня. Кэш L2. Он также будет разделяемый. И у каждого ядро это своя зона памяти. А использование следующее. Это промежуточное хранилище неразделенных данных и команд. То есть они еще в перемешку. Откуда данные попадают в кэш L2? Из кэша третьего уровня. А значит есть еще одно хранилище, быстродействующее, сверхбыстродействие кэш третьего уровня, кэш L3. Ну, надо сказать здесь, уточнить, что не у каждой модели процессора L3 кэш есть. У большинства современных, да? Но не у всех. Вот если кэша L3 у процессора нет, его роль начинает брать на себя кэш L2. Он становится неразделяемым. Обратите внимание, неразделяемый это общий буфер для всех ядер процессорных. А информация об объеме кэш-памяти есть паспорт на характеристиках процессора. А назначение у него банальное. Он является буфером между медленной оперативной памятью и быстрой скоростью процессорных ядер. О чем здесь идет речь и почему? Ну, коллеги, смотрите. Примерно, опять же, ситуация, пример не компьютерный. Мне необходимо умыть руки, но при этом, точнее, мне необходимо, извините, простите, ради бога, выполнить грязную работу, но при этом я, естественно, испачкаю руки и я перед выполнением работы подхожу к раковине. Открываю кран и вижу, что привычного у меня набора воды не существует. То есть вода не полностью перекрыта, она буквально тоненькая струйка подается. Тем не менее, я кран закрываю и иду, выполняю работу. Через некоторое время грязные руки, я подхожу к крану в надежде, что воду дали, воду не дали. Тоненькая струйка подачи воды из крана позволяет мне выполнить то, что я хочу, умыть руки. Да, но только на эту операцию я потрачу гораздо больше времени, чем если вода подавалась хорошим напомним. То есть я очень долго буду смывать основной грязь, очень долго буду мыло смывать со всеми вытекающими последствиями. А вот теперь смотрите, в силу своих физических принципов оперативная память компьютера – это очень медленная устройство. То есть скорость чаяния и скорость передачи данных из оперативки существенно меньше, чем требуется по скорости процесса маньяга. То есть это два разных совершенно скоростных компонента и скоростные градации. Но смотрите, опять же, возвращаясь к моему примеру, как бы я мог обыграть ситуацию до начала выполнения грязной работы. Первый раз, когда я открыл кран и увидел, что струечка очень-очень тоненькая, я бы мог на самом деле кран не закрывать. А что сделать? Поставить какой-то накопитель, тазик. И, следовательно, пока я делаю эту грязную работу, в этом тазике, даже с учетом медленной подачи воды, воды может накопиться нужное мне количество. Исходя из которой, я потом нужное количество ковшиков достаю и быстро выполняю ту задачу, которая передо мной стоит, то есть делаю руки чистыми. Вот практически кэш-Л3 это такой же буфер в виде ковшика, тазика, ушата, если хотите, между быстрым процессором и медленной оперативной памяти. То есть внутри процессора есть, конечно же, логика, которая имеет функцию, скажем так, предсказания. То есть логика, которая отслеживает, к каким ячейкам памяти процессор обращался и к каким естественным ячейкам памяти процессор имеет высокий шанс обратиться чуть позже. И не дожидаясь именно этого обращения, заранее запрашивает данные, сохраняет их во внутренней процессорной памяти в виде кэш-памяти. А следовательно, если это предсказание было верное, и эти данные действительно потребовались, не придется тормозить и ждать их подачи из медленной оперативной памяти и с нужной скоростью процессорные ядры берут отсюда из кэш-Л3. Один маленький нюанс. У разных моделей процессоров разный объем кэш-памяти. Это основная характеристика. С моей точки зрения, одна из самых главнейших характеристик, благодаря которой процессорные ядры начинают работать эффективно с большим коэффициентом полезных действий. То есть меньше ожидания. Вспоминая мой пример, когда я кран открыл и подставил тазик. Другая ситуация, тазика не нашел, подставил блюдечко. Это тоже накопитель? Тоже накопитель, но меньшего объема. Правильно? Правильно. А следовательно, когда мне потребуется приличная порция воды, на то, чтобы умыть руки, мне ее не хватит. И что? И опять стоп-машина, я руки под тоненькую стройку жду, 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 жду. Вот и здесь, коллеги, на всякий случай помните, что разные модели процессоров имеют, естественно, разный объем кэш-памяти. Если хотите статистику по эффективности, ну, скажем так, для разного типа программного обеспечения, зависимость от кэш-памяти будет разная. То есть универсальный, вот такой циферки, здесь никогда никто вам не даст. А если кто-то говорит, он абсолютно не так. Но в среднем, если брать ресурсоемкое приложение, что такое ресурсоемкое приложение? Это приложение, которое требует больших вычислительных мощностей. От памяти, от процесса, от графики, от остальных компонентов. Вот такие программки, ресурсоемкие, кстати, что за типы приложения? Это обработка графики, обработка звука, это видеомонтаж, это работа по кодированию звука и так далее, по склейке. Вот такие ресурсоемкие приложения, их эффективность от объема кэш-памяти может лежать в пределах от 20 до где-то 80%. То есть я к вопросу о том, что для таких приложений, чем кэш больше, но это, коллеги, не думайте однотипно, что кэш это только одна характеристика, надо добавлять, анализировать много чего другое. Но тем не менее, разница в производительности между дешевым моделью процессора с маленьким объемом кэш-памяти и более дорогой с большим может достигать в 20-80%. То есть для ресурсоемких приложений кэш третьего уровня – одно из самых главных характеристик. Собственно, откуда данные в кэше L3 берутся? Неданные в кэше L3 берутся из оперативной памяти. Вот где-то здесь я могу нарисовать квадратик и обозначить это как оперативное запоминающее устройство. И если мы посмотрим, как оперативка связана с процессором, то есть на материнской плате есть не только та шина главная, ее, кстати, называют системной, которая обслуживает процессор. На материнской плате есть множество других интерфейсов, в частности, есть шина памяти. Ну, если перед вами когда-нибудь в глазах будет материнская плата, посмотрите, пожалуйста, вот модули, точнее разъемчики, куда вставляются модули памяти. На плате от этих разъемчиков идут печатные проводнички, дорожки, их много. Вот это все соединяется с процессором, и вот эти дорожки называются шина памяти, то есть RAM, BAS. Собственно, вот такой стрелочкой можно нарисовать оперативную память, точнее шину памяти. Так вот, каким образом данные берутся вот отсюда? Для того, чтобы оперативка работала, должен быть контроллер. Контроллер, что такое? Логика управления. То есть вот тот факт, о котором я уже ранее говорил, что устройство со мной работать не может, я схемку показывал, шина, контроллер устройств, это относится и к оперативной памяти. То есть оперативка – это просто тоже микросхемки хранилища исполнителя, а контроллер памяти сейчас встраивается в сам процессор. И при этом у большинства моделей типовых, то есть я не беру серверные платформы, я не беру модели из разряда Extreme Edition, то есть это высокопроизводительность, там архитектура может немножко отличаться. А у тех моделей, которые мы для своих офисных, домашних и даже высокопроизводительных компок покупаем, у этого контроллера есть такая характеристика – двухканальный режим работы оперативной памяти. Это контроллер, двухканальный контроллер DDR. DDR – это оперативка. Что понимаем под двумя каналами? Под двумя каналами понимаем 128-разрядную шину памяти. Разрядность – это максимальная длина двоичного кода, которую устройство или программка может обработать за одну нести. 128 разрядов говорит о том, что по этим проводникам, по этой шины памяти за одну операцию передается до 128 двоичных разрядов. А с учетом того, что модуль оперативной памяти DIMM имеет разрядность 64, мы понимаем, что для того, чтобы иметь возможность использовать максимальные возможности двухканального контроллера, надо использовать не один модуль DIMM, а два. Два раза по 64, в сумме мы получаем 128, и есть надежда, что мы будем использовать всю ширину шины памяти, все 128 разрядов. Только учтите, коллеги, во-первых, немножечко не к нашему семинару, но тем не менее, раз процессор, а память и процессор – это все-таки связанные вещи. Для того, чтобы задействовать двухканальный режим, требуется определенные условия. Во-первых, желательно, чтобы модули памяти были полностью идентичны, но по объему обязательно, по частоте желательно, по таймингам тоже желательно. А еще лучше, если не хотите проблем с несовместимостью и работая в двухканальном режиме, лучше при покупке оборудований покупать их не два модуля в раздельных коробках, а купить набор кита от производителя, где в коробочке будет уже упакован от производителя два модуля памяти. Это гарантирует, что он их по картистикам подобрал для двухканального режима. Это мало. Их еще нужно правильно установить материнскую плату. Для этого почитайте документацию, разберитесь, в большинстве случаев, если вы используете два модуля, а разъемчиков под модуль GIM4, скорее всего, я не говорю однозначно, это надо документацию смотреть. Их надо устанавливать через один. Через один. Что будет, если нарушить? Если нарушить, мы в лучшем случае получаем в два раза, как правило, почти в два раза более медленную производительность по памяти. А с учетом того, что я уже по памяти сказал, что это априори более медленное устройство, то любые вещи, которые без того это медленное устройство начинает тормозить, они, наверное, не приветствуются, а наоборот ухудшают. То есть отрицательно влияют на общий производительность. Но в любом случае, возвращаясь к процессору. Внутри процессора в обязательном порядке есть контроллер, который управляет работой оперативки. То есть процессор с оперативкой связывается будет напрямую, используя шину материнской платы. И говоря о контроле или памяти как характеристики процессора, у большинства моделей это двухканальная архитектура. То есть 128, в отличие от двухканальной D64. Идем дальше, коллеги. Что еще будет по процессору, тоже нужно узнать. Опять же, с точки зрения современной архитектуры, мы должны будем знать, что в процессоре, возможно, будет наличие интегрированного, то есть встроенного графического ядра. GPU, Graphics Processor Unit, графическое процессорное устройство, это устройство формирования изображения. Чисто в теории, интегрированное ядро не обязательно часть современного процессора, но это чисто в теории. То есть практика показывает, вы можете, в принципе, проверить мои слова. Даже в самых дешевых сейчас версиях, то есть для начального, для офисных компов i3 и младших версиях i5, оно, как правило, есть постоянно. Значит, найти сейчас процессор без интегрированного графического игра становится все сложнее и сложнее. То есть устройство формирования изображения, это тоже часть уже процессора. Стоит ли заботиться у него характеристика, ведь графика – это важно. Стоит, коллеги, не только в том случае, если вы не собираетесь решать профессиональные графические задачи. Сразу объяснимся. Производительности и мощности этого встроенного графического ядра вряд ли вам хватит, чтобы поиграть в хорошую игрушку с 3D-графикой с хорошим разрешением и профессионально заниматься графикой. Возможности этого встроенного ядра обычно исчерпываются возможностями офисных программ. Ну, то есть, походить по интернету достаточно, для интерфейса операционки достаточно, поиграть в пассианс достаточно, посмотреть киношку достаточно. Даже в HD-качестве, как правило, достаточно. Но если что-то посерьезное, увы, мощности не хватает. Далее, с точки зрения, опять же, архитектуры, еще одним важнейшим компонентом процессора является контроллер PCI-Express X16. PCI-Express X16. В двух словах, что это такое? Это интерфейс шина, который используется для подключения в систему дискретных графических адаптеров. То есть, более мощных, чем интегрированных. А, следовательно, где-то здесь у нас есть дискретный, коллеги, дискретный – это выполненный в виде отдельной платочки, купленный отдельный, то есть не интегрированный, не встроенный. Где-то есть дискретный графический процессор и, собственно, подключение осуществляется и управление с помощью вот этого интерфейса. На сегодняшний момент PCI-Express можно встретить на старых, древних материнских платах версия 1.0, версия 2.0, а потом версия 3.0. 3.0 – это современная модификация PCI-Express. В чем отличие? Практически в два раза более высокая скорость у каждого следующего поколения PCI-Express. Вы считаете, коллеги, если вы для себя приобретаете как бы графический комп, ну, то есть комп или игровой, или с претензией на график, то вам нужно будет очень озаботиться о модели вот этого графического контроллера. А это может быть один из самых дорогих компонентов среди оборотов вашего персонального компьютера. Там ценник может доходить не только десятка тысяч рублей, может быть и сотен тысяч рублей. И будет обидно, если в паспортных характеристиках этого мощного графического контроллера вы просчете версию 3.0, а у вас старая конфигурация, которая поддерживается, только 2.0. Работать будет? Будет. Но только вы кучу денег переплатите вот за собственно графическое мощное устройство, а работать оно будет исключительно на скорости, которую дает этот контроллер. Так что учите, что поколение PCI-Express это тоже как характеристика и тоже надо учитывать. Ну, коллеги, если опять же не вдаваться в совсем глубинные подробности, потому что время нашего с вами беседы, оно все-таки ограничено, я бы еще выделил здесь тоже достаточно важный компонент. Компонент, который нам сегодня придется вспомнить, это QPI. QuickPatch Interconnect. Так обозначается системная шина современного инфопроцессора. То есть благодаря ней процессор будет общаться уже со всеми остальными компонентами, кроме графики и кроме оперативной памяти. За счет QPI, за счет шины QPI. Собственно, там тоже есть о чем поговорить, потому что есть разные модели процессора, и у более дешевых пропускная способность шины будет низкая, а у более дорогих она становится выше. Ну и опять же, согласитесь, коллеги, чем медленнее будет шина, тем большая задержка при общении уже с другими компонентами из периферии будет испытывать процессор. Вот мое, скажем так, видение по характеристикам, плюс небольшой экскурс, что является главным компонентом процессора, я вам показал. Ну а теперь то, что официально, ну и плюс, конечно же, дополнение ко всему этому, по слайдикам, я хотел бы вам еще показать. Производительность процессора зависит от многих причин. Первая причина. От разрядности процессора зависит, да. Но здесь все очень просто. Дело в том, что современные процессоры, что Intel, что AMD, однозначно 64-разрядные. Веремена 32-разрядных процессоров прошли к 0 в лет. Идем дальше. То есть разрядность здесь все очень просто. Тактовая частота процессора. Ну вот, собственно, на курсах по техническому обслуживанию, когда мы говорим о частотах процессора, я немножечко расшифровываю. И то же самое собираюсь сделать и здесь. Смотрите, коллеги, сейчас я открою. Вот предполагаем, что вот это процессор. Но с точки зрения частот мы должны выделить два основных компонента процессора. У процессора есть то, что мы уже знаем, ядро или ядро. Корп. И у процессора есть шина. Бас. Ядро обработчик, шина подает данные. Правильно? Шина обменом занимается. Зачем я выделю сейчас два этих компонента? Для того, чтобы вы понимали, что тактовая частота ядра и тактовая частота системной шины у процессора разные. Но при этом у них есть между собой определенная зависимость. Это определенная, очень простенькая формула. Неплохо было бы ее здесь вам показать и привести. Тактовая частота процессорного ядра формируется путем перемножения тактовой частоты системной шины на некий коэффициент, который в характеристиках процессора называется множитель или рейтио. Конкретные уже циферки. Берем процессор древненький, допустим, i7, модель по каталогу Intel 2600, в характеристиках которого указывается, что тактовая частота ядра 3400 МГц. Так вот, коллеги, вот это 3400 формируется путем задания в настройках Setup BIOS. Коллеги, я хочу сказать, что вот это уже могут быть настройки в Setup BIOS. Дело в том, что материнка, которую вы приобретаете, она предназначена для поддержки не только вашей модификации процессора, но, как правило, целого процессорного модельного ряда. И отличие уже в пределах этого ряда в частотах, я знаю, что материнке есть возможность подстраиваться под более быстрые процессоры и под более медленные процессоры. Это происходит и автоматически, и иногда при наличии соответствующих настроек можно вмешиваться и делать это руками. В частности, последний вопрос, который мы сегодня затронем, это Аверкокин. Как раз речь об этом будет идти. Так вот, по спецификации этот процессор включается путем установки частоты системной шины 100 МГц и множителя 34. Еще раз, коллеги, говоря о настройках процессора Beosetap, вот это не задается, а может задаваться раз, эта настройка, два, вот эта настройка. Коллеги, может, это не значит, что будет. В офисной материнской плате, где разгон не нужен, там все авто и нет возможности поменять. А вообще, по части разгона, тоже тема наша, буквально коротенькая, будет блок. Не забывайте, чтобы для разгона осуществить, вам нужно покупать более дорогое оборудование, как более дорогие процессоры, так и более дорогие материнки. Сейчас об этом чуть позже расскажу, что я имею в виду. Ну так вот, возвращаясь сюда, с точки зрения скорости, два основных компонента ядра и шины, у них разные частоты. Как результат, частота ядра формируется путем перемножения частоты системной шины на множитель. Немножечко забегая вперед, вот зная это, как осуществить разгон. Что такое разгон? Это попытка заставить процессоры на ядре работать быстрее, чем его паспортное значение. Можно выполнить это двумя способами. Первый способ – изменением частоты системной шины в соответствующей настройке, если она есть в Setup Beos, ну то есть увеличением. Второй способ – изменение множителя, опять же, если эта настройка есть. Обратите внимание, по части изменения частоты системной шины, производители материнских плат пытаются извлечь прибыль, они идентифицируют и выпускают разные серии материнских плат. В частности, есть более дорогие модели материнских плат, анонсированные, предназначенные для аверклодинга, то есть для разгона. А значит, если вы собираетесь выполнять разгон вот этим способом, вам обычной материнской платы, скорее всего, будет недостаточно, потому что, скорее всего, в Setup Beos возможности применять частоту стерны шины у вас не будет. То есть нужно покупать более дорогой материнский плат. Раз. Возможность разгона множителя, тоже не безгранична. Вот у компании Intel, говоря об этой старенькой версии процессора, в свое время была процессорная версия 2600, а была 2600К. Вот это стоило на 2000 дороже, чем вот это. При абсолютно одинаковых технических характеристиках, по частотам, по кэшу, по скорости, все то же самое. А разница в чем? А производитель Intel, как вы думаете, на оверклокерах тоже будет зарабатывать? Захочет. Да, тоже захочет. Так вот, если вы купили более дешевую модель, которая обозначается 2600, множитель у него будет заблокирован. И даже при наличии соответствующей настройки в Setup Beos и вашем желании увеличить, у вас ничего все равно не получится. А вот если вы хотите разгонять посредством множителя, то надо покупать более дорогую модель процессора, в маркировке которых фигурирует буква К. Это говорит о том, что множитель разблокирован, и при наличии в Setup Beos настройки, пожалуйста, увеличивайте, и будете это все разгонять. Возвращаясь к характеристикам, коллеги, немножечко уже о разгоне поговорили. Внутренне и внешне имеются в виду тактовая частота шины, тактовая частота ядра рассказал. По разрядности мы тоже немножечко сказали. Размерность технологического процесса – это еще одна характеристика, от которой фактически зависит предел тактовой частоты, на которой будет работать ядро. Что такое размерность технологического процесса? Это фактический размер элементарной ячейки, то есть транзистора, из совокупности которых состоит кристалл. То есть чем более современная технология производства микросхем становится, тем этот размер становится более мелким, а значит и расстояние между соседними ячейками уменьшается. А если уменьшается расстояние, то длина проводника, который соединяет соседние ножки транзистора, становится мельче. А становится короче длина проводника, то и его сопротивление становится короче. А сопротивление это нагрев, а нагрев это потребляемая мощность. А значит процессор начинает потреблять меньше, меньше греться. Плюс короткая длина проводника при передаче электрических данных, электрического сигнала, меньшая задержка. А меньшая задержка разрешает использовать меньшую длину такта. А меньшая длина такта это более высокая тактовая частота. Так вот, коллеги, обратите внимание, размерность технологического процесса, от этого зависит частота, от этого употребляемая мощность, от этого может зависеть и объем предельно допустимой кэш-памяти, потому что невозможно перепрыгнуть определенный барьер. И фактически все остальные неприятности типа нагрева употребляемой мощностью тоже от этого зависят. Чем меньше, тем более современная технология производства. Кэш-память, говорили, крайне важное значение. Кэш L1, кэш данных и команд, то есть непосредственно хранилище данных для ядра и команд. Кэш L2, промежуточное хранилище, кэш L3, буфер между оперативкой и процессорными ядрами. Об этом говорил, поэтому здесь как бы уже не настолько задерживаемся. ТДП, термал дизайн пауэров, температурная характеристика, которая зависит от целого комплекса характеристик других. В частности, от технологического процесса зависит? Зависит. От объема кэш-памяти, который состоит из сплошных транзисторов, от количества транзисторов зависит? Зависит. Коллеги, чем выше ТДП, тем более высокий выделяемый процент тепловой мощности. А это накладывает уже другие ограничения. Это мощность системы охлаждения, стабильность работы при недостатке охлаждения. Тоже, с моей точки зрения, важная характеристика. Сокет или разъем? Это совместимость материнской платы аппаратная в первую очередь. Собственно, здесь все очень просто. Здесь существуют основные гнезда. Это PGA, BGA и LGA. Опять же, если говорить об Intel современных i3, i5, i7, класс сокета LGA, а дальше различается уже по количеству контактов в этом разъеме. То есть, там идет четырехзначная циферка. И при выполнении подборки, когда вы выбираете процессор материнку, надо естественно следить, чтобы это все было совместимо. Чтобы не оказалось, что в разъемчике материнке одно количество контактов, а у процессора, который купили другое. Что же касается множителей системной шины, об этом тоже я сейчас рассказал, говоря о настройках и немножечко о разгоне процессора. Встроенное графическое ядер тоже с вами поговорили, рассказал. Количество ядер это то, с чего я начал. Тоже рассказал. Ну а теперь, собственно, коллеги, вот подводя итог по характеристикам, еще раз, вот этот список характеристик, которые я вам на общем слайдике показал, рассказал, а потом пролистал быстро уже в презентации, чтобы вы могли потом это все повторить. Далеко не все характеристики процессора, с моей точки зрения, одни из самых важных. То есть, говоря о выборе процессора, обязательно в порядке это все учитывается. И еще, на всякий случай, коллеги, было бы, наверное, неполным, говоря об этих характеристиках, рассказать о том, что выбор процессора невозможен без, во-первых, обозначения тактико-технических характеристик, то есть, назначения персонального компьютера, то есть, с каким поводом будем работать. И не забывайте, что к процессу подбирается непосредственно память по характеристикам той же самой шины памяти. Для графических задач выбирается видеоадаптер и обязательно совместимость PCI-Express. Ну, то есть, я хочу сказать, что выбор, правильный выбор оборудования, это не анализ характеристик каждого устройства в отдельности. Это когда вы это все начинаете определять для совместной работы. Ну, то есть, это вот примерно такие рекомендации. Ну, а теперь совсем немножечко по разгону. Еще раз, разгон процессора возможен одним из двух способов. Если это ручной разгон или изменением частотой системы шины, при этом, если есть настроечка, или изменением множителя, если она, опять же, в сетапе и усе есть, но при этом модель процессора имеет букву A. Так, коллеги, что лучше, разогнать процессор частотой системы шины или разогнать процессором множителем? Ну, смотрите, от разгона процессора множителем, да, цель будет достигнута. Вот, смотрите, я бы тоже парочку ласковых фраз здесь сказал. Сейчас, секундочку, обновлю слайдик. То есть, если мы лишь множитель увеличиваем, как результат, частота шины у нас константа умножилась на множитель, получили более высокую частоту ядра. При загрузке мы видим эти циферки, все хорошо, операционка нам свойства показывает, все хорошо. Радуемся, прыгаем от счастья. Вопрос. Вот я обычно слушателям с вами в аудитории задаю. Назовите мне хоть одно приложение из офисных, нересурсъемких приложений, которому бы не хватило частоты, допустим, 3 ГГц, и для которого этой частоты было маловато, и это был бы слабый процессор для работы с этим приложением. Среди офисных таких приложений нет. А следовательно, от того, что вы, извините, рейтинг, если вы разгоните процессор, изменив множитель, да, циферки будут выше, но реально, визуально, при рост скорости от этого практически не будет виден, и эффект от этого, как правило, не бывает. Что же касается частоты системной шины. Не забывайте, пожалуйста, системной шины – это не только контрольные процессоры, это еще и часть материнской платы. На материнской плате много других компонентов, у них свои уровни тактовых частот, но большинство из них завязано на системной шине. А следовательно, изменяя частоту системной шины, это неизбежно ведет к изменению частот уже внутренних встроенных в материнскую плату контролеров. Хорошо это или плохо? Ну, смотря как на это посмотреть. Если говорить о памяти, а частота памяти связана с системной шиной – это идеально. То есть дело в том, что память априори – это тормоз, правильно? А следовательно, если мы разгоняем процессор увеличивающую мощность ядра, обязательно нужно увеличивать скорость подачи данных из памяти, иначе смысла в таком разгоне нет. Один маленький нюанс. Опасен ли этот вариант разгона? Да. И вот чаще практика показывает, если вы используете разгон посредством системной шины, обязательно контролируйте не только процессорную температуру, чтобы не допустить проблем, а в первую очередь надо контролировать еще температуру памяти. Дело в том, что современные процессоры, они достаточно надежно переверены, защищены. А вот память, как правило, нет. А следовательно, если увеличивать системную шину, как результат увеличивается, и частота памяти, и при этом мы память нагреем до какой-то критической температуры, мы ее потеряем. А следовательно, если так будете делать часто, то между дверью вашей квартиры и ближайшим к компьютерному магазину вашими ногами будет протоплена дорожка. Вы бегать будете за новой памятью. То есть неравнозначный разгон. Я считаю, мое глубокое убеждение, что этот фикс. То есть если уж и выполнять разгон, но разгон более опасный, это через частоту системной шины. Опасности вам расскажу. Есть ли еще, завершая тему разгона, возможности? Да. Во-первых, есть возможность. Давайте покажу по части того, что сказал. Разогнать посредством. Во-первых, все это через BIOS настройки делается. Есть возможность разогнать процессор с помощью программ, работающих из операционной системы. Доверять, не доверять? Ну, это уже смотрите сами. Я обычно такой метод разгона не практикую. Ну, то есть, если мне нужно, я все-таки обхожусь на строчке стаблиус, хотя, как вариант, разгон процессора в честь специального приложения тоже возможен. Естественно, разгон будет осуществляться только тогда, когда эта программка будет загружена, как результат, когда у вас стартует операционная система. Собственно, коллеги, есть ли еще другие варианты разгона? В частности, среди процессоров Intel некоторые модели процессоров поддерживают режим, который в хаспортных характеристиках называется Turbo Boost. Возможно, слышали? Так вот, Turbo Boost – это возможность процессора автоматически разгонять себя посредством изменения множителей. То есть, безопасный разгон осуществляется. То есть, память там не пострадает. И при этом это не постоянный разгон. То есть, условие следующее. Если процессор не будет загружен, разгона не будет. А вот если мы запускаем какое-то приложение, давая процессору нагрузку, режим Turbo Boost начинает потихонечку увеличивать сумму. При этом, если процессор начинает нагреваться до критической температуры, Turbo Boost начинает спускать пар потихонечку, множители уменьшают. Это значит, режим Turbo Boost не константный, он будет постоянно в зависимости от загрузки, в зависимости от текущих температурных режимов туда-сюда. Ну, то есть, коллеги, на всякий случай, еще раз мое мнение. Режим Turbo Boost, во-первых, это автоматически безопасный, но поскольку это режим разгон посредством множителя, мое глубокое убеждение, что это ради цифры. В первую очередь, ради цифры рынок требует, рынок хочет, пользователи хотят, не более того. Но резюмируя, я все-таки должен, ну, это моя, по крайней практике, сказать, что наиболее эффект от разгона вы получаете, если это осуществляется шиней, но это достаточно опасный вариант разгона. И еще совсем, совсем последний. Разгон процессора – неизбежный рост тепловыделения. Есть такое понятие, как деградация кристалла. Если вы не будете заботиться о температурном режиме, и процессор будет находиться у вас в постоянно перегретом состоянии, он может не сразу выйти из строя, он может переобрести часть функций неработающих. Это отразится на невозможности выполнить какие-то специфические команды, как результат перестанет работать какой-то специфический код. То есть все остальное вроде бы работает, а этих приложений уже нет. Такие случаи в моей практике бывали, то есть я встречал такие дефекты из-за разгона. Ну, собственно, коллеги, время наше, к сожалению, истекло. Очень бы хотелось много-много чего другого рассказать. На всякий случай, не забывайте о том, что есть множество различных курсов. Есть курс в ближайшее время по ноутбукам у меня, к сожалению, по диагностике ремонта только сегодня закончилась группа. Есть курс в ближайшее время по сборке, это все правила сборки, очень короткий, очень недорогой курс. Есть курс в ближайшем будущем, то есть в следующем месяце, по восстановлению данных по диагностике дисков. Ну, с удовольствием, если сможете, приходите. Мне будет приятно с вами общаться. Ну, и поскольку там времени будет гораздо больше, у меня есть чем с вами поделиться. Спасибо за внимание, коллеги. И удачи в вашей дальнейшей практике. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok